Всем здравствуйте! Меня зовут Антон Соркин. В эфире выпуск большой спортивной программы на телеканале Афонтово. Начнем! По завершению универсиады Красноярск получил современный лыжный стадион. Широкие освещенные трассы, в 30 метрах огромный спорткомплекс с бассейном. Рай для спортсменов. К сожалению, это не повод отдавать Красноярску массово все крупные национальные старты. Федерация лыжных гонок России пока скептически смотрит в сторону Сибири. О планах на стадион «Радуга» и перспективах единственного красноярского лыжника международного уровня Андрея Мельниченко в эксклюзивном интервью в съемочной группе Афонтово.Спорт рассказала легендарная Елена Вяльби. Любой вид спорта, по которому здесь была универсиада, они, конечно, в той или иной степени только аплодируют. Кто-то больше, кто-то меньше. Там для фристайла больше, потому что у них тут вообще теперь это чуть ли не самый лучший будет центр для подготовки. Единственное, что, конечно, для всех нас это здесь зимой пугает погода, потому что вы же знаете, что вас может там закрутить так, что и, в общем, никакая смелость не поможет выйти покататься на лыжах. Но, тем не менее, на самом деле, любые спортивные объекты, они дают возможность еще большего притока к этому виду спорта, людей, родителей, которые приведут детей. Тем более, они посмотрели здесь универсиаду, увидели, как это все вообще отношение к спорту уже такими другими глазами, не только по телевизору, может быть, даже потрогали этих спортсменов. Поэтому, конечно, хочется верить, что мы все будем причастны к тому, что и здесь кто-то новый родится, но и мы сюда приедем. Но я говорила, говорю и буду говорить. Сборная команда вот так просто потренироваться сюда не приедет. Не потому, что мы не хотим, не потому, что у нас там какие-то капризные. Нет. 90% всех своих учебно-тренировочных мероприятий мы находимся в горах. Здесь равнина. Это наша болезнь всей нашей России. Я так надеюсь, что этап Кубка России мы уже начнем со следующего года проводить здесь. Насчет чемпионата России надо еще немножко тут есть некие нюансы доработать вам их, потому что даже гомологация трассы для универсиады и для чемпионата страны, она может быть разная. Но здесь есть некоторые другие еще проблемы. У вас самая для нас самая сложная проблема, кто будет проводить, потому что у вас очень слабый судейский корпус. То есть есть над чем работать. Мы готовы помогать. Все все знают. Мы со всеми встречались. Но если ничего не проводить, то тогда вообще никто ничему не научится. А мы против этого. Я против того, чтобы такие места просто были, как я говорю, деньги закопаны в землю. Я против этого. Поэтому будем все вместе осваивать и стараться, чтобы он работал на всю катушку. Этот сезон для Андрея Мельниченко стал лучшим в карьере. Третье место на этапе Кубка мира. Это предел для 26-летнего спортсмена. А мы терпеливые. У нас, наверное, самая терпеливая сборная. Честно. Но, конечно, никто не будет отрицать. У Андрюхи это, наверное, реально самый лучший сезон из всех, какие были. Хотя я считаю, что он на чемпионате мира, на главном старте он себя не реализовал. Ну, по какой-то там дурацкой случайности. Перепутал круги. Но я думаю, что мы еще с ним долго не расстанемся и дождемся, когда у него будут медали с чемпионатов мира или с Олимпиады. Всю жизнь лыжники были ближе к 30 годам, только начинали раскрываться. А итальянцы вообще в 38. У него отличный возраст, все у него в порядке. Ну, просто ему Бог не дал быть таким талантливым, допустим, как Александр Большунов. Так что мы терпеливо ждем, и он идет к своей цели. И не думайте, что мы вот должны, если у него там подходит к 30 годам, мы что должны с ним распрощаться. Нет. Он реально имеет все шансы для того, чтобы добиться медали на чемпионате мира на Олимпийских играх. У Андрея тоже вот ему, ну, не поцеловал его в макушку Бог. Но у него есть прилежание, у него есть трудолюбие, у него есть, да, маленький, безусловно, талант совсем бесталантливых людей. Не бывает там в спорте высших достижений. Но у него есть все для того, чтобы показать отличный результат. Всякие бывают стечения обстоятельств. Вот как это, как случилось сейчас на чемпионате мира на 50 километров. Перепутал круги. Ну, такое тоже в жизни бывает. Поэтому пока теперь он не заработает медаль на чемпионате мира, мы его никуда не отпустим. С появлением современной базы. Каковы перспективы у Красноярска воспитать еще одного члена сборной России? На самом деле это очень сложно говорить. Мы сегодня проводили вот финал этих соревнований программы на лыжи, да. Это не первенство России, но все равно это среди там Сибирского федерального округа там пять регионов представлены. Но Красноярск не стоял на первом месте. Вот все время, допустим, не стоял на первом месте. Чтобы вырастить спортсмены нужны годы на самом деле. Они не грибы. Пришел, дождик пошел и все, ты в лесу его срезал. Это реальные годы. А здесь дети 13-16 лет. То есть еще через два года мы их уже, кого-то можем ждать в сборной команде, но, к сожалению, не из Красноярского края. Поэтому, я думаю, как минимум, хотя бы один цикл «Олимпийский дождитесь», не вот Пьянчана, а еще следующий. И тогда будем говорить о том, что... Ну, хотя, конечно, бывает такое, что вот вроде бы он и в 15, и в 16 ничего не показывал, или она... Потом раз ее прорвало, и она побежала. Или там вот его прорвало, и он побежал. Такое тоже бывает. Но, значит, это тогда уже какой-то скрытый талант, и мы вот будем только этому радоваться. Потому что мне это все равно, с какого он региона. Я по три года, когда они в команде, и не знаю даже, с каких они регионов. Какая мне разница-то? Для меня они все россияне, и все. Мне же главное, чтобы они где выступали? На мировом уровне. Имея в черте города сказочный заповедник столбы, красноярские альпинисты всячески пытаются использовать уникальный ландшафт скал. Пятый год подряд любители высоты, в свете прожекторов проводят чемпионат края по ледолазанию. Вид спорта не самый развитый у нас в регионе. И, по сути, держатся на энтузиазме самих альпинистов. Люди с середины зимы заливают отвесный склон скалы, а затем лазят по нему. В эфире рубрика «Проверено на себе». Чемпионат края по ледолазанию в самом разгаре. Соревнуются как парни, так и девушки. Пока спортсмены на дистанции, рядом лучше не стоять. Крошась, лед летит в разные стороны. Благо, большие куски откалываются очень редко. Дисциплина, скорость. Дело близится к финалу. Начинает темнеть. На этот случай организаторы подготовили освещение, прожектора и иллюминацию, добавляя дополнительный колорит к соревнованиям. Вот это сооружение мы называем сосулька, по-простому, да. Но это делается все искусственно. Мы затаскиваем наверх шланги, делаем специальные леечки и с речки берем воду и заливаем уже. В хорошие морозы вот такую сосульку можно залить за неделю. Но в этот раз из-за капризов погоды подготавливать трассу для ледолазания организаторам пришлось около месяца. Вообще это достаточно безопасный вид спорта. Все происходит со страховкой. В любом случае, когда это все заливается, натекают такие сосульки, сталактиты, мы их, то, что опасно, мы их сразу же сбиваем, чистим, то есть то, что может отвалиться. То есть принимаем меры. Первой, кому пришла в голову соорудить ледяной водопад и соревноваться на нем, стал Олег Квостенко. Здесь он исполняет роль главного суди. Вот позор, друзья, для меня настоящий позор. Живу в Красноярске с самого рождения. А здесь еще ни разу не было. Впечатление немного, конечно, такое головокружительное, я бы сказал. Суть соревнований проста. В дисциплине скорость на старт выходит по два человека. Для победы необходимо оказаться наверху быстрее соперника. Каждая пара совершает по два подъема, меняясь трассами. Нарушение, это так называемый срыв, то есть повисание на страховочной веревке, когда участник сорвался, повис. Ну, кроме этого, на трассе есть ограничения, то есть одна трасса левая от другой отделена, то есть нельзя выходить на соседнюю трассу. В квалификации 13-метровую трассу мужчины преодолевали за 11 секунд. Но это далеко не предел. Проверим. Лыжные ботинки, на самом деле, для беговых лыж. Лыжные ботинки адаптировали по скалолазанию. Леда лаза. Есть прям фирменные ботинки, которые делают там производители буржуйские. Без них лучше туда вообще не лезть, ничего не получится. Ну, получится. Конечно. Одолжите? Обязательно. Самые страшные травмы, которые здесь происходили? Самые страшные травмы? Ну, ледовый инструмент, он острый. Вот самое распространенное в ледолазах, это проколы. То есть можно проколоть себе мягкие части, да. Мягкие части. Но обычно вот на скорость прокалывают ноги в коленке, потому что бегут. И когда ледовой инструмент срывается, можно воткнуть его себе куда-нибудь. Поэтому на коленнике одевают. Что в этом случае делать? Аптечка есть. Кричать, да? Перевязываются и все. Кашкоботы, беседка, наколенники, шлем, перчатки. Ледолаз готов. Ну, а роль страховщика для меня исполнит мастер спорта по альпинизму Марина Попова. Моя жизнь в ваших руках, да? Да. На моей обязке. А здесь не надо, например, чтобы страховщик был намного тяжелее самого ледолаза? Нет. Ну, желательно, если вес одинаковый, ну, 20 килограмм разница нормально. Нормально, да? Если больше, то уже, ну, просто будет тяжелее страховать. Если вдруг у меня, ну, нога сойдет, я упаду, моя масса будет на веревке, что, как, вы будете спокойно стоять, и у вас тоже поволочет? Небольшой рывочек такой. Ну, скорее всего, просто останусь на месте. Это вот называется ледовые фифы. Фифы? Да. Ледовые фифы, да. Фифы. То есть их сильно бить не надо. Там везде дырочки есть, просто ставишь и тянешь вниз, но не на себя. Но мы сначала проползем пробной. Да. Ощутим на себе, что это такое, но потом, конечно, соревновательная часть. Как без нее-то, а? Ну что? Ну ладно, пойдем. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пожалуйста. Так, куда тебя ставить-то, моя хорошая? Эдик! Эдик! Тихо-тихо-тихо. Тихо! можно попробовать защищу они так быстро делают это все техника тренировки и не боятся да ну естественно чем больше тренировок тем меньше привыкаешь к серну к этому страху ты не скажи пожалуйста как это со стороны смотрелось коренько на первый раз я если честно реально думал поверну и я не полезу туда ну страшно здесь действительно было на дух перевести на чтобы у меня сейчас молочный кислота есть мышцы вы немножко отошла да и могут руками да потому что на руки забивается конечно сильно в качестве соперника мне дали настоящего мастера и гора матвиенко опыт получен идем бой внимание марш игор уже ушел пить чай у меня же к середине дистанция руки перестали слушаться а ноги подкашивались я признаю свою капитуляцию очень плохо будешь писать объяснительные ну что алексей я скажу у вас занятия не из простых очень опасно и очень опасно спортсмены больше ногами работать потому что они сейчас у обычного любителя новичка все время бы внимание смещено к рукам потому что это цена надо а у профессионала наоборот к ногам она распределена больше на ноги нам процентов 70 остальные 30 процентов он руками идет и ногами бежит поэтому все скористники качают ноги алексей спасибо было клево было круто друзья действительно сюда можно прийти просто полазить ну только с инструкторами с вами красноярский клуб альпинистов который проводит здесь тренировки можно с ними связаться а почему бы и не да друзья ну если вы считаете себя храбрым этот склон вас переубедит очень сильно я бы сказал увы но нам потихоньку приходится прощаться с зимними видами спорта как минимум до следующего сезона ну а с вами мы увидимся ровно через неделю у меня все любите спорт пока в общем друзья съемка у нас сегодня очень ответственная для этого нам недостаточно сил одного оператора нам потребуется помощь майора бразильской армии эдуардо баглайдо все под контролем клево здесь прям поражает действительно сама природа делает красиво так эдик а я муху врубил нет тебя за меня слышно точно посмотри точно а посмотри мне вот он мой оператор эдик осторожнее тихо-тихо-тихо-тихо-тихо ты понял а я наверх лазил а ты надо мной смеялся ну чё твой армейский костюм выдержал бразильская пехота я такой же